Для такого короткого сеанса массажа, думаю, что больше не нужно. Если у ребенка какие-то есть нарушения звукопроизношения серьезные, естественно, сами родители не смогут справиться, и необходимо обратиться к специалисту. Это только в таких легких случаях, когда у ребенка особых патологий нет. Теперь можно делать массаж ручной, который доступен не только взрослым, которые могут ребенку делать этот массаж, но дети сами могут делать. Вот показываем. Высовываю язычок. Так, берем язычок и вот так вот его перетираем пальчиками. Сначала кончик языка перетираем, потом мы продвигаемся дальше. Массаж языка, как я уже сказала, мы делаем 5-10 минут, можно 15. Но это все строго индивидуально, сколько ребенок выдержит, насколько ему нравится. Если ребенку не нравится делать массаж языка, лучше этого не делать. Лучше проконсультироваться со специалистом. Это можно делать минуту-две. Минуту-две перетираем язык. Дальше. Ребенок-то в состоянии, он берет свои два пальца одной руки, два пальца другой, и просто себе перетирает. Давай, у нас мы ручки с тобой помыли, давай покажи, как ты будешь делать массаж. Покажи, как ты умеешь делать массаж. Покажи двумя пальчиками вот так вот. Давай, перетирай себе язычок. Вот, замечательно. Давай посильнее, не жалей свой язык, ты можешь уже. Ну вот, то есть ребенок даже уже вот этих движений будет достаточно. Он немножко себе язык помял. Да, прежде чем делать массаж языка, лучше выпить немножко теплого чая, для того, чтобы вам было более приятно. Так, перетираем, с этим мы закончили. Дальше, следующее движение. Берем язык за кончик. Давай язык. Я сначала покажу. Тянем его к носу 8 раз. Просто вот вытягиваем. Сила регулируется, это тоже все индивидуально. Одного можно сильно потянуть, другому будет больно. Если еще уздечка короткая, то можно сильно потянуть, и ребенку будет больно, можно даже до крови дотянуть. Это, конечно, и ничего страшного, но если вы ребенку сделаете больно, то он в следующий раз больше с вами не будет заниматься. 8 раз к носу. Дальше к подбородку. 8 раз потянули. Опять же, здесь силу подтягивания нужно регулировать. Все это тоже индивидуально. 8 раз. Теперь в другую сторону потянули 8 раз. Вот я чувствую, там уже хрустнула немножко уздечка. Надо очень осторожно. Но видите, что ребенку нравится. У него никаких отрицательных эмоций у него нет. То есть совершенно спокойно лежит ребенок. Ему это даже доставляет удовольствие какое-то. 8 раз в другую сторону. Давай, показывай, Олежка. У нас у Олега совершенно спокойно массаж языка делает бабушка. Очень хорошо и, прямо скажем, профессионально. Молодец. Теперь берем язычок за кончик языка и вот так вот по кругу просто мы его. По кругу. В одну сторону. Опять же, можно 8 раз. И в другую сторону. Потянули язычок. Дальше. Теперь мы вытягиваем мышцы языка. Значит, палец указательный под язык придерживаем. А вот большим пальцем вот так как бы натягиваем язык. Вытягиваем просто спинку языка. Мы просто тянем. То есть мы не просто тянем, закончим, вот как мы в предыдущем делали движение. А здесь мы просто держим и вот так тянем. Так, потянули тоже можно 8 раз. Это идет у нас своеобразная растяжка. Мышцы, когда спортом занимаемся, мышцы растягиваем. Точно так же мы и работаем с мышцей языка. Так, дальше. Теперь мы палец ставим вот сюда один. Теперь боковую мышцу тянем. Палец держи. Так, сейчас я платочек. То есть получается вот такие движения. Как бы пальцем мы вытягиваем вот эту сторону языка. В одну сторону. Тебе не больно? У нас уже язык намассированный. Здесь уже. Конечно, первый раз, если ребенку делать массаж, здесь уже просто ребенок привык. Он может уже 40 минут массажа выдержать, сколько угодно. Если вы первый раз делаете массаж ребенку, то лучше ограничиться 3-4 минуты. И больше не надо, потому что это будет и ему неприятно, и больно, испугается. То есть здесь надо очень деликатно, осторожно. Так, теперь в другую сторону тянем. Так, теперь по кругу покажи, как ты умеешь. По кругу. Нет, вот так бери. Вот так берешь. И давай по кругу его. По кругу тянем. Так, и в другую сторону. Так, дальше. Следующее движение. Высовывай язык. Теперь мы просто сжимаем, вот двумя пальцами просто сжимаем язык. Можно вот этими пальцами просто сжимаем от кончика к корню. Вот так. Вот так. Здесь, насколько возможно, дорвотного рефлекса мы просто пытаемся достать. Так, вот это вот мы делаем, вот так. Вот так сжимаем. Так сжимаем. От кончика к корню. Вот у нас язык, вот у нас кончики, мы вот так сжимаем. Вот так сжимаем язык. Потом от корня к кончику. Вот таким образом. Сжимаем. Дальше у нас идут движения. Давай попробуй сам поделаю это упражнение. Нет, сжимаем, мы вот так двумя пальчиками сжимаем, вот так. Вот, вот, молодец. Вот умница. Умница. Так. Молодец. Дальше. Следующее движение. Это у нас идет такое перетирание тоже. Вот у нас язык. И мы сжимали, теперь мы вот перетираем его. Перетираем. Тоже от кончика к корню. Так. Давай-ка язычок высовывай. И теперь мы вот так вот перетираем язычок. Тоже как, насколько это возможно. Потом от корня к кончику. Так. Давай сам. Претирай. Следующее движение. Это вот такое. Мы сжимаем, сжимаем язык. А пальцем мы как бы утапливаем. Вот сжали и еще надавили. Сжали и надавили. И так продвигаемся к корню. Вот двумя пальчиками сжимаем. А вот этим пальчиком надавили. Дальше сжимаем, надавили. Сжимаем, надавили. И так дальше. Сжимаем, надавили. И обратно. Сжимаем, надавили. Язык у нас уже полностью размассировался. Можно с ним все, что угодно. Так. Следующее движение. Берем язык, тянем теперь нижние мышцы. Вот сверху палец положили, и указательным пальцем мы просто тянем нижние мышцы. Сначала с одной стороны. Вот такое движение. Так. А потом с другой стороны. Палец опять положили. Все это можно было бы делать чистыми руками, без платочка, но слюнотечение обычно сильное у детей, поэтому практически невозможно, пальцы будут скользить. Так. Вот так. Молодец. Ну как тебе, хорошо? Нормально себя чувствуешь? Хорошо твоему языку? Очень? Видите, ребенок улыбается, ничего такого страшного не происходит. Ему хорошо, он доволен. И после массажа языка у него звукопроизношение улучшается. Думаю, что достаточно будет таких вот общих движений. Это, конечно, не полный курс массажа. Полный курс массажа, он и не нужен. Я показала самые простые элементарные движения, которые родители, которые могут сами овладеть и приносить пользу собственному ребенку. Какие-то тонкости и нюансы, которые, может быть, нужны определенным детям, здесь нужен индивидуальный подход, и одному ребенку можно сделать что-то одно, другому совершенно что-то другое. Это общий массаж. Мы вам показали артикуляционную гимнастику, показали массаж языка. Теперь мы немножко остановимся на постановке звуков. Мы вам покажем уклад, каково положение языка при свистящих звуках, при шипящих, при произношении звуков Л и Р. Немножко вам расскажем и покажем схему работы над всеми звуками. Очень коротко. Конечно, это очень длительный процесс и очень сложный, и необходимо заниматься ребенку с логопедом, если есть какие-то уже недостатки звукопроизношения. Но какие-то вещи вы можете сделать сами и отработать самостоятельно некоторые упражнения, некоторые позиции, и вы можете самостоятельно сформировать правильную речь, правильное звукопроизношение вашего ребенка. Если что-то не получится, тогда всегда можно обратиться к логопеду. Сейчас мы вам покажем простые приемы постановки звуков свистящих, шипящих звука Л и звука Р. Начнем со свистящих. Свистящие это у нас С, С, З, З. Когда мы произносим свистящие звуки, мы не задумываемся, где у нас язык. Но если вы попытаетесь это ощутить и представить, то вы сразу поймете. Кончик языка у нас упирается в нижние зубы при звуке С. Боковые края плотно прижаты к боковым зубам. Зубы сомкнуты. Губы в улыбке. А теперь попробуйте посвистеть сами. И прочувствуйте, что кончик языка прижимается к нижним зубам. Струя воздуха идет по середине языка. Губы у нас в улыбке. Зубы сомкнуты. Если у вас не получается сразу ощутить язык, попробуйте произнести гласный звук Е. Е-Е-Е. Попробуйте сказать Е-Е-Е и остановиться. И тогда язык примет то положение, что при свистящих Е-Е-Е. Для того, чтобы правильно сформировали свистящие звуки, для этого нам нужны упражнения. Артикуляционные упражнения. Чистим зубки. Мы уже его показывали. Чистим зубки. Киска-сердица. Заборчик. Трубочка для переключения. Лопатка. Дутье. Дутье, опять же, для свистящих. Если у ребенка произношение свистящих межзубное, это дефектное произношение, тогда вот это упражнение дутье не делаем, потому что и так язык у нас высовывается. Встречаются дефекты, когда свистящие заменяются на шипящие, либо искажаются струя, либо язык сильно упирается в зубы, либо может струя уходить в бок. Тогда тоже будет вот такое вот дефектное произношение. Так. Сейчас мы показываем постановку звука ссы. Значит, мы уже умеем чистить зубки, мы уже умеем делать киска-сердица, губы в улыбке. Сделали киску, киску сделали. Дальше. Можно использовать, я инструментом, зондом пользуюсь, а вы в домашних условиях можете взять спичку, зубочистку, ну и что-нибудь такое вот очень тоненькое можно использовать. Так. Прикусили боковые края языка, губы в улыбке. Здесь все плотно прижато. Для чего нужно прикусывать боковые края? Для того, чтобы ребенок понял ощущение, что боковые края прижаты, и для того, чтобы струя ненароком не ушла в бок. Поэтому сначала мы утрируем, прикусываем боковые края. Кончик языка у нас упирается в нижние зубы. Для того, чтобы язык в нижние зубы уперся хорошо, и чтобы это ощутить, можно взять спичечку и его туда просто вот опустить. Так, спичка нам еще нужна для того, чтобы сделать желобок. Все, улыбаемся. Пока ничего не свести, пока не скажу. Слюну глотай, слюну глотай. Так. Надавили на язык на серединку. И теперь говорим ребенку, давай теперь водичка у нас льется, давай, как из крана. Давай мы так же попробуем. Так, давай вот. Вот, вот, вот. Здесь мы уже это умеем делать. Так. Давай посвистели. Боковые края прикуси и хорошо посвисти, как ты умеешь. Губки в улыбке. Вот видите, у ребенка струечка. У Олега идет как надо. Все правильно, слюну глотай. Так, вот. Вот у нас получился звук. Ребенку об этом пока можно не говорить. Просто водичка льется, чтобы у него не соскочил на дефектный. С-с-с. Вот мы звук вызвали. Изолированный звук у нас появился. Теперь дальше необходимо его автоматизировать. Сначала слоги произносить с этим звуком, затем слова. Например, вот звук у нас есть изолированный, теперь пытаемся произнести слоги. Давай, повторяй за мной. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с себя внимательно нет красиво скажи так теперь боковые края убери они у нас уже нормально так убирай и давай ты умница для чего мы вот это делаем зачем мы утрированно произносим и выделяем эти звуки для того чтобы ребенок хорошо себя слышал просто если мы будем просто просто сосу тогда у него в голове не будет откладываться он просто не услышит этот звук ребенок себя должен услышать поэтому вот этот период утрирования он может затянуться на какое-то время то есть мы можем неделю-две сидеть и произносить слоги вот так утрируя дальше мы переходим к словам причем произносим слова в определенных позициях сначала мы произносим например в начале слова звук потом в конце затем в середине затем с истечением согласно понятно например давай мы с тобой теперь произносим слова сад сад сани сад молодец сапоги 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 сумка сумка сын 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 сыт 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 сытый сытый молодец теперь значит мы произносим какое-то определенное количество слов можно это делать по картинкам есть специальные альбомы можно вот ребенок видит картинки и сам называет но на первоначальном этапе это нужно делать именно по подражанию то есть логопед произносит ребенок повторяет для того чтобы он слышит потому что если вы перед ним просто картинки разложите он просто будет там сад сын будет называть их без примера у него очень сложно дальше переходим сначала мы отрабатываем эту позицию в начале слова звук с и каждое слово нужно произнести там 10-20 раз таким образом когда мы отработали